Продолжение следует... На избирательных участках 25 октября волонтеры проведут всеукраинский опрос от президента Украины. Украинцам предложат ответить на пять вопросов. Такого еще не было в Украине. Многие зрители пишут нам с просьбой объяснить, для чего будет проведен такой опрос и что он даст украинцам. На вопросы наших зрителей будем отвечать вместе с политическим экспертом Валентином Гладких. Валентин, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте разбираться, что это за такие пять вопросов от президента Украины. Вот ваше мнение, зачем это и какая основная цель? Расскажите, пожалуйста, как вы это видите со своей позиции? Ну, давайте начнем с того, что Зеленский еще во время предвыборной кампании своей говорил о том, что он будет максимально реализовывать в Украине идею народовластия. Ну, а народовластия – это не так, как понимали предыдущие политики и политические поколения в Украине, что говорить от имени народа. Это, в первую очередь, во-первых, спрашивать народ, а во-вторых, максимально использовать инструменты прямой демократии. И давайте не будем забывать, что, в принципе, Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады Украины соответствующий законопроект народовластии, ну а по сути о создании правовых оснований, которые бы сделали возможным проведение референдума в Украине по социально значимым вопросам. Но поскольку этот закон до сих пор как бы еще не проголосован, а вопросы такие уже есть, то Зеленский, я так понимаю, решил сделать такой шаг и провести вот этот всенародный опрос общественного мнения с целью определить, что думают украинцы по поводу тех или иных актуальных вопросов, которые на самом деле касаются большинства и из нас. Понятно, что разные вопросы разных людей касаются по-разному, да, я далек от мысли, что прям все люди только об этих вопросах обговаривают. Но, тем не менее, говорить о том, что эти вопросы не актуальны или не волнуют украинское общество, так же было бы несправедливо. Поэтому в данном случае я склонен видеть все-таки попытку Зеленского реализовать свое предвыборное обещание в плане народовластия. Это один момент. И второй момент, что все-таки это школа демократии. Нужно давать себе отчет, что люди должны приобретать опыт самостоятельного решения социально значимых и личностно значимых для них вопросов. Просто другой вопрос, какой статус этого опроса и какой политико-правовой статус будет результатом этого опроса, ну, это предмет, так сказать, отдельной дискуссии. Я думаю, что максимум, на что мы можем рассчитывать, это на то, что Зеленский и его команда возьмут к сведению, как говорится, результаты этого референдума, не референдума, извиняюсь, опроса. Ну, а в дальнейшем будут пытаться, соответственно, либо законодательно разрабатывать какие-то акты, либо какие-то правительственные решения. Ну, а самое главное, тут нужно еще один важный момент понимать, что результаты этого опроса могут использоваться не только Зеленским и не только нынешней власти, но и оппонентами власти. То есть никто не мешает, я не знаю, европейской солидарности или оппозиционной платформе «За життя» либо «Тевщине», взяв как сведения результаты этого референдума, откорректировать и откалибровать, если хотите, свою собственную политическую позицию. Поэтому я считаю, что не стоит сводить это мероприятие исключительно к личностным каким-то или партийным интересам исключительно Зеленской или его команды. Это все-таки в интересах всего общества и всего украинского государства. Ну, то есть, если подвести черту, коротко говоря, это, так бы сказать, прощупывание людей, их настроений, поддержка или не поддержка тех или иных вопросов. Ну и это даст понять президенту, его команде, чего хотят люди и, возможно, против чего они. Кстати, там вот по некоторым вопросам эти вопросы очень много раз уже поднимались и при нынешней власти, и при прошлой власти, и в итоге ни к чему не пришли. Поэтому вот один из огромных плюсов, это мы подводим черту этого опроса, что все-таки будем знать настроение людей конкретно по этим вопросам. Но много критики по поводу этого опроса. Можно ли сказать, что таким образом президент пытается ближе пообщаться с народом, а не ж... Или это все-таки можно округлить под тем, что вы сказали, что это все-таки реализация его обещания о народовласти? Ну даже в любом случае. То есть если человек пытается исполнить свои предвыборные обещания, но только это есть плюс. То есть я бы не взял на себя ответственность каким-то образом осуждать подобного рода интенции. Это один момент. И второй момент, я просто подчеркиваю, я неоднократно уже говорил о том, что нравится это кому-то или не нравится. Но есть целая совокупность вопросов и проблем, которые могут быть решены только в результате всенародного референдума. Давайте не будем забывать и заявление той же самой Тимошенко, которая сказала, что занимайтесь серьезными вещами, давайте примем закон про референдум, и потом на референдуме будем уже рассматривать вопрос о земле, в ее случае. Давайте не будем забывать о том, что в принципе тот закон о земле, который проголосовала Верховная Рада Украины, предусматривает проведение референдума в части возможностей или невозможностей права властности на землю для иностранцев. Я также склонен думать о том, что навряд ли мы решим и проблему с Донбассом, конфликта на Донбассе без проведения всенародного референдума. Но референдум, я подчеркиваю, не просто референдума, тогда, когда к этому придет время. В частности, тот же самый Бойко с 2015 года говорил о том, что проблема, любой сценарий решения конфликтов на Донбассе может быть утвержден только на всеукраинском референдуме, потому что иначе не будет того уровня легитимности. К чему я это веду? К тому, что референдум – это очень серьезное мероприятие, которое будет иметь серьезные политико-правовые решения. И в данном случае нужно быть готовыми. То есть общество и граждане должны быть подготовлены к таким мероприятиям. И я склонен рассматривать, что проведение этого всеукраинского вопроса является также одним из элементов подготовки общества к тому, что люди должны быть способны принимать сознательные решения. Поэтому мне также хотелось бы, чтобы, скажем так, этому опросу все-таки предшествовало какое-то общественное обсуждение. К сожалению, времени осталось не так много. И я боюсь, что мы не сможем провести предметную дискуссию касательно всех этих вопросов. Но с другой стороны, нужно давать себе отчет, что и политико-правовых последствий особенных не будет. Поэтому, знаете, первый блинком, если так можно сказать. Поэтому идея, вот саму идею я полностью поддерживаю и считаю ее абсолютно правильной и шагом в правильном направлении. Можно очень долго тут сейчас спорить об этих, знаете, таких схоластических дискуссиях, о телевопросе, а почему эти вопросы, а не другие вопросы, а почему об этом сказали только за неделю до выборов, почему мы не знали об этом два месяца, почему президент решил именно на выборах провести, может быть, это какие-то электоральные цели он преследует. Все это может быть, но это все второстепенно. Для меня главное, что нынешняя власть демонстрирует свою готовность спрашивать граждан их мнение и, я надеюсь, в дальнейшем следовать также в соответствии с тем мнением, которое мы получим в результате этого опроса. Ну а дальше будет видно, то есть как бы ничего плохого и тем более ничего зазорного я в этой инициативе абсолютно не вижу. Но оппоненты почему-то в этом видят только плохое. Хотя кто мешает общаться и спрашивать? Я с вами тут согласен. Валентин, если можно, коротко вопрос, буквально минутка до конца эфира. Вот вы уже опередили меня с вопросом, почему именно эти вопросы? Ведь если сейчас взять главную политику президента Зеленского, это остановить войну, это полное перемирие, возвращение территории как Донбасса, так и Крыма. Но в вопросе такого вопроса нет. Почему именно выбраны другие вопросы? Я не говорю именно какие там вопросы, говорю именно почему именно эти. Вы знаете ответ на этот вопрос? Или же опять же это все склонно к прощупыванию, можно сказать, народа на ответы на такие вот вопросы? Можно опять же, ну сейчас опять дискутировать, а почему там эти вопросы, не эти вопросы. И каждый, думаю, из нас может набросать еще там десяток, а то и двадцать вопросов, которые именно ему кажутся важными. Но вопрос в том, что есть приоритеты. И мне кажется, что эти вопросы, ну как для тренировки, если хотите, то есть для общественного мнения, изучения, и вообще в принципе для наработки практики. Потому что мы раньше никогда этого не делали. Мы хотим попробовать. И получится, тогда будем ожидать, что и другие вопросы будут выносить, и закон про референдум будет, и тогда все будет намного более серьезно и предметно. Валентин, спасибо вам большое, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. Вот более подробно об этих вопросах я предлагаю поговорить уже после выборов, после этого опроса, когда мы увидим уже приблизительно, что по поводу этих вопросов и как ответили на этом опросе украинцы. И это все обсудим. Договорились? Если позволить, еще одну реплику. То есть те люди, которые сегодня выступают против этого вопроса, мне кажется, реализуют вообще антидемократические тенденции. То есть они не хотят спрашивать народ, и их не интересует мнение народа. Они считают, что люди какие-то глупые, недоразвитые, не способные принимать важные решения. Мне кажется, что в условиях демократии подобные подходы просто категорически недопустимы. Вот я с вами тут полностью согласен, потому что разговаривать нужно, и очень важно, чтобы власть слышала народ. Спасибо вам большое. О пяти вопросах президента говорили с политическим экспертом Валентином Гладких. Хотите оперативно получить важные новости? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал, фейсбук и ютуб. Спасибо, что доверяете. И помните, Украина – наш дом.